Сегодня на уроке мы сделаем код для того, чтобы спрашивать пользователя разрешение на использование камеры. Чтобы не заходить, как я показывал на прошлом уроке, в настройки и самим это включать, мы будем спрашивать пользователя об этом сразу прямо в приложении. Для этого давайте напишем какую-нибудь функцию, пусть будет у нас, например, check camera permission, так, это у нас будет private, fun, все, и в этой функции мы делаем следующее. Мы будем проверять, есть ли у нас уже разрешение или нет, потому что возможно оно у нас уже есть, и тогда мы просто запускаем код. Какой код? Нам нужно запустить activity, start activity, где у нас и запустится камера и будет сканировать QR-код. Поэтому прежде чем запустить start activity, вот это вот все, мы будем спрашивать, есть ли разрешение или нет. Если есть разрешение уже, то сразу запускаем start activity. Если нет разрешения, то будем выводить специальный диалог, который будет спрашивать пользователя, можно ли использовать камеру. Если он выберет, что можно, то уже в настройках, то, что я вам показывал на прошлом уроке, само уже включится, то есть будет дано разрешение. А если он выберет, что нет, тогда мы просто не сможем зайти на этот экран. Пишем контекст компат, так у нас есть уже, нет, придется писать контекст компат, все, точка check self-permission, видите. Сюда передаем контекст, это у нас this, и сюда передаем разрешение, это у нас будет манифест, его нужно будет импортировать. Вот он, android, дальше точка permissions, точка camera. Так, вот она уже, камера. Видите, то есть мы проверяем, check self-permission, проверяем, есть ли разрешение камеры. Здесь указали. И какое должно быть разрешение? Мы должны проверить с помощью package manager класса, package manager, точка. И здесь есть у нас константы, это у нас permission denied, и есть permission granted. Вот, выберем давайте granted, тогда будет равно. Можно так. Либо не равно, без разницы. Здесь в принципе без разницы, как мы условия напишем, потому что, если в данном случае у нас, видите, мы говорим, если у нас разрешение камеры не равно granted, то есть это значит у нас нет разрешения. Если равно granted, значит у нас есть разрешение. А если не равно granted, у нас нет разрешения. Так что, если у нас не равно granted, то нужно разрешение запрашивать. Else, в противном случае, если у нас равно granted, то разрешение не нужно запрашивать, и мы можем сразу запускать вот этот код, startActivity, ctrl-x. Это значит, у нас есть разрешение. А если у нас нет разрешения, то нужно спрашивать нашего пользователя разрешение на использование камеры. И для этого нам нужно написать следующий код. ActivityCompat.requestpermissions. Мы запрашиваем не одно разрешение, а несколько сразу. В нашем случае нам нужно только одно, но все равно нужно запрашивать массив. В данном случае у нас будет массив с одним элементом внутри, поэтому нужно передать сюда Activity после массив с разрешениями, а именно это массив объектов string, потому что у нас разрешение это просто строка, в которой написано, что за разрешение. И дальше requestCode. Это как бы код запроса нашего. Мы можем написать там любое число. Все. Поэтому передаем контекст, это будет this. Дальше массив, это у нас будет array of. И здесь передаем разрешение. Разрешение какое у нас будет? Это у нас будет manifest permission camera. Видите, это и есть наш объект string. Все. У нас там только в массиве будет один элемент, потому что я только запрашиваю... Так, давайте принесем на следующую строчку, чтобы не запутаться. Потому что я запрашиваю только одно разрешение на использование камеры. Если бы я туда передал несколько разрешений, то когда появится диалог и пользователь даст разрешение, допустим, на камеру, сразу у него спросит следующее разрешение и следующее. Ну, допустим, там 5 разрешений, у него будет спрашивать одно, второе, третье, четвертое. Все, запятая. Дальше. Request код у нас может быть любой. Давайте напишем, к примеру, 12 число. Без разницы. Не знаю, мне в голову пришло. Хорошо. Все. Мы дали это разрешение. Теперь, если у нас уже есть разрешение, запускается сразу экран для сканирования. Все. Это все нормально, как на прошлом уроке. Если нет разрешения, выходит диалог, где спрашивает об разрешении. Все. Но есть одна небольшая проблемка. Какая? Когда выйдет диалог и спросит пользователя о разрешении, он нажмет, например, OK, то есть даст разрешение. Все. У нас уже будет разрешение. Но код не запустился, то есть Activity не открылась. Ему придется еще один раз нажать на кнопку, и только тогда уже сработает опять это условие. Но уже будет разрешение, поэтому запустится вот эта часть. Start Activity. То есть первый раз, когда он зайдет в приложение, нужно будет два раза на кнопку нажать. Первый раз он нажмет, и выйдет у нас просьба дать разрешение. А когда нажмет второй раз, то уже, конечно, запустится то, что должно запуститься. И уже с этого момента будет запускаться постоянно при нажатии на кнопку Start Activity, вот эта часть. Ну как же сделать, когда он первый раз заходит, если он дал разрешение, отследить, что он именно дал разрешение на использование камеры, и сразу же запустить. Для этого мы можем использовать специальный метод, который есть у Activity. Это у нас Unrequested Permissions Result. Все. Запускаем. Это что-то наподобие, как у нас было, вы помните, Unactivity Result. То есть когда мы ждем данные из другого Activity, а здесь мы ждем ответ на запрос вот этот вот, а именно на разрешение. И нам приходит здесь ответ. Что за ответ приходит? Вот, смотрите, у нас приходит Request Code, тот, что мы отправили, и мы проверяем. Если это число 12, значит пришел ответ на наш запрос. Все, значит, можем проверять. Что проверяем? Проверяем Grant Results. В данном случае у нас только одно разрешение, потому что это все массивы. Допустим, у нас идет первое разрешение, это камера, второе разрешение, там, не знаю, доступ к контактам, третье разрешение, доступ к хранилищу. Все, они идут под номерами нулевое, первое, второе. Почему? Потому что это массив, и в массиве есть ячейки. Нулевая, первая, вторая и так далее. А у нас разрешение, это же объекты string, поэтому мы что делаем? Здесь тоже в Grant Results. Здесь будет идти на нулевой позиции, допустим, разрешено. На первой позиции не разрешено, потому что он не дал разрешение на использование контактов. На второй позиции тоже не разрешено, потому что он на использовании хранилища тоже не дал доступ. Поэтому мы проверяем, допустим, если на позиции 0 это камера, то и проверяем на позиции 0 в Grant Results, вот здесь вот в массиве, что у нас там, разрешено или нет. Проверяем следующую позицию и так далее. В данном случае, как я уже сказал, у нас только одно разрешение, поэтому мы берем все с позиции 0 и здесь, и здесь с позиции 0. В принципе, все. Здесь что мы делаем? Берем просто, проверяем if. Ну, сначала можем проверить request-code. Если request-code равен 12, то есть это наш код запроса, дальше проверяем. Значит, переходим дальше в условия. А в условии что проверяем? If. Если grant results, я permissions проверять не буду, потому что это нужно делать, когда у вас есть несколько разрешений. Поэтому вы проверяете, если на позиции permissions 0 это разрешение камеры, то проверяете на позиции 0, есть ли разрешение на использование камеры или нет. И идете дальше. На позиции 1 что у нас там? Разрешение контакты. Хорошо. Здесь на позиции 1 есть ли разрешение на использование контактов. И в таком случае что-то делаете, либо не делаете. В нашем случае, еще раз повторюсь, у нас только одно разрешение здесь и здесь, поэтому нам не нужно проверять permissions. Что там за разрешение? Потому что я и так знаю, что там разрешение камера. Ничего больше там нет. Значит, просто проверяю. В grant results есть ли разрешение или нет. Значит, в квадратных скобках пишем. С позиции 0 я беру ответ. Равен он. Package manager тоже самое. Точка permissions granted. То есть, если permissions granted здесь записано, вот здесь, в этом результате, значит все нормально. Пользователь дал разрешение и тогда запускаем вот этот start activity. Это запустится только один раз, когда он первый раз открывает приложение и у него еще нет разрешения. То есть, он еще не дал разрешения. Как только он даст разрешение, этот код больше не запустится. Потому что у нас вот здесь, видите, будет делать проверку. Разрешение уже есть. Значит, будет постоянно запускаться вот этот код. Если он удалит приложение и снова установит, тогда один раз опять запустится вот эта часть. Конечно, если он даст разрешение. Если он не даст разрешение, то каждый раз, когда будет жать на кнопку, будет выходить диалог с просьбой дать разрешение, пока он не даст его. Иначе ему не даст открыть сканер activity, где можно просканировать QR-код. Хорошо, теперь нам остается запустить эту функцию Check Camera Permissions. Это мы сделаем вместо запуска activity. Раньше мы при нажатии на кнопку сканер запускали activity, а теперь запускаем Check Camera Permissions. Все. И здесь происходит то, что я вам уже объяснил. Здесь мы ждем результата первый раз, когда запустили, а здесь постоянно запускается и проверяет, есть ли разрешение или нет. Также еще это может запуститься, если пользователь сам вручную зайдет в настройки и уберет это разрешение. То есть он дал разрешение, а потом решил его убрать. Зашел в настройки приложения и отключил разрешение камеры. Тогда снова запустится вот этот код. И снова его спросит. То есть не запустит StartActivity. Ладно. В принципе, я думаю, что это все понятно. А теперь давайте проверим и посмотрим, как все это работает на реальном устройстве. Так, ну вот и все. Открылось наше приложение. Если я жму сейчас сканер, у меня, видите, выходит диалог, который меня спрашивает дать разрешение. У меня на испанском все написано на использование камеры. Я выбираю разрешить. И все. Тогда сразу открывается Activity и можем сканировать то, что я показывал на прошлом уроке. Все. И теперь что мы можем сделать? Мы можем опять проверить. Если я возвращаюсь назад, если жму опять сканер, все. Все. Больше не спрашивать разрешение. Так, не нажал на кнопку. Вот. Сразу открывается. Все нормально. А если мы теперь зайдем в настройки и посмотрим, что там есть. Идем опять в приложение. И здесь ищем QR-код. QR-код. Все. И смотрим в разрешениях. У меня Accessus. Открываем. Видите? Камера. То есть уже дано разрешение камеры. Если я его отключу, то, естественно, произойдет то, что я вам говорил. То снова, если я жму сканер. Так. Жму сканер. Видите? Снова меня просит дать разрешение. Потому что заметил, что его там просто-напросто нет. Если я дам не давать, снова жму на кнопку и снова выйдет. Жму дать разрешение. Все. Могу использовать. Выходим отсюда. Снова жму. Теперь больше не спрашивает. Пока я не отключу разрешение. Полный код урока найдете на моей веб-странице. Ссылку найдете в описании к этому видео. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И жду вас на следующем уроке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok